Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава согласен, что закон правильный, он необходим, но по его мнению закон до сих пор не доработан. Роман Кочарава убежден, что подобный налог нужно начинать с минимальной ставкой и потом лишь прийти к 10% ставке. На наш взгляд нужно пересматривать сами ставки. То есть формула, по которой НДС сейчас исчисляется, она верна, она во всем мире работает одинаково. И это правильная формула. Но дело в том, что мы не готовы пока к таким серьезным ставкам, как 10%. Поэтому наше видение такое, что нужно, во-первых, пересматривать списки освобожденных, нужно понимать, оставить их в таком виде или что-то менять. Это будет как раз парламентская рабочая группа заниматься этим вопросом в ближайшие дни. И также, на мой взгляд, нужно менять ставку. Ставка должна быть более щадящей. Это приведет к тому, что бизнес будет более открыто работать и государственный бюджет будет более активно пополняться. И со временем, конечно, если эта схема будет работать, то, конечно, с годами ставка может расти. И со временем, наверное, она может опять прийти к 10%. Но мы здесь склонны все-таки не к резким каким-то действиям, а к плавному переходу, который не будет сильно бить по карману нашего и бизнесмена, и жителя, и всех остальных. Известно, что созданная в парламенте рабочая группа занимается внесением поправок закона БНДС и выработкой концепции новой налоговой системы. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что в состав рабочей группы вошли все заинтересованные структуры. На начальном этапе мы будем работать над НДС. Мы хотя бы то небольшое, что возможно привнести, изменение и дополнение в закон об НДС. Это как бы начало. А на втором этапе, уже как бы основном этапе, это то, как мы видим и какой мы видим нашу налоговую систему. То есть разработать концепцию всей налоговой системы и сделать реформу налоговой системы. Цель не в том, чтобы какие-то получить выгоды на сегодняшний день, а на перспективу, чтобы это не было. Вот тот закон, который мы написали в 2015 году, который стал работать с 2016 года, два года, по экономическим показателям мы видим, что идет проседание. Мы понимаем, что там достаточно, вот вчера, в частности, в обсуждении по НДС мы обсуждали список товаров, не включенных налогообложений по НДС. Он огромен, понимаете. То есть НДС не должен быть и не может быть кабалой для наших предпринимателей. Это мое четкое убеждение. По словам заместителя главы администрации президента Отгура Лужба, пока не идет речь об отмене или радикальном пересмотре закона об НДС. Он может быть изменен лишь после того, как будут проанализированы все предложения и рассмотрена их целесообразность. В дальнейшем, как мы и говорили, предполагается выработка концепции налоговой реформы. Будет там место НДС или не будет места, мы сейчас сказать не можем. Пока есть определенные мнения, есть разные подходы, мы их собираемся обсуждать. Но это более, так сказать, долгосрочная перспектива. И чтобы снять остроту сегодняшнюю, избран путь внесения изменений, дополнений, смягчающих, как я сказал. Экономист Марина Квициня убеждена, что закон об НДС нужен, но с первоначальной ставкой не выше 5%. Для всех. И отмена льгот для другой части предпринимателей. Что нам нужно прежде всего? Во-первых, у нас огромное количество льготников. Ставку нужно снижать. Ставка должна быть не более 5%. А льготников уберите. И тогда мы получим и в казну получим, и наш предприниматель немножко оживет. Иначе у нас ничего не получится. Вы понимаете, мы многие предприятия, которые сдавали отчетность, сдавали баланс, они все ушли на ИП и тихо-тихо уходят от этой схемы. То есть мы загнали их полностью в тупик. Надо посмотреть еще там, понимаете, из этого контекста вырваны были важные вопросы. Нет у нас ни книги продаж, ни книги учета. Непонятно, с какой партии заплатили НДС там же на границе. Понимаете? И вот тяжело администрировать, но нужно администрировать. Я не против этого законодательства, не против вообще об НДС. НДС он имеет такую функцию, которую в стране дает налоги. Все это понятно. Но может быть даже нужно будет в дальнейшем пересмотреть его и посмотреть. Но мы должны учитывать нашу ситуацию, какая у нас в стране ситуация. По мнению предпринимателей, существующий закон об НДС без поправок не принесет пользу ни предпринимателям, ни государству. Лишь совместно обсуждая эту тему, выработав предложение, можно прийти к единому мнению, подчеркнули участники встречи.